Доброе утро, моя любимая страна! Всем с добрым, прекрасным, хорошим утром! Сегодня хорошее утро у вас, ваших близких, знакомых, друзей, ваших родственников, а также ваших любимых, ваших любимых питомцев. Бывает так в нашей работе, что возникают какие-то информационные вспышки. Вспышки, как дневник памяти в голове у каждого из нас. Возникают какие-то эпизоды из жизни. Не так давно я вспомнил данную историю, сегодня хотел бы вам рассказать. Много лет назад, порядка 20 лет назад, к нам обратилась женщина по скорой помощи, принесла котика, который выпал с девятого этажа и сломал 4 конечности. Нужна была операция, которая соединила ему все эти осукулки. Это остеосинтез, металлоостеосинтез, это пластины. И хозяйка приняла решение, лечить не будет, просто оставила и сказала, делайте что хотите, я платить ни за что не буду. Вы давали клятву Гиппократу, развернулась и ушла. Вот такая вот история, и она могла иметь два направления. И мне нужно было принять решение, что делать. Своей стороны я принял решение, мы будем лечить, спасать, во что бы то ни стало. И так получилось, что я выполнил операцию, но нужно было длительное реабилитирование данного пациента. У нас был такой товарищ Марк, который сказал, я буду помогать. И вот мы вместе с ним, он оказывал помощь по содержанию, реабилитации, я оказывал помощь со стороны лечебной. Все получилось, котик начал ходить, котик жив. Прошло порядка нескольких месяцев, наша хозяйка вернулась в клинику и говорит, я хотел бы узнать то место, где вы похоронили моего котика. Я ответил, вы знаете, мы, вот вы ушли, нам нужно было принять решение, мы его выходили, мы его спасли, он сейчас живет в хорошей семье, как в принципе хэппи-энд. В реальности все получилось немножко по-другому. Женщина начала кричать, пищать, сказала, я буду жаловаться, подам на вас суд, если вы не отдадите кота. Наша история разрешилась еще проще. Женщина потребовала 300 долларов от человека, у которого живет этот котик. Этот человек отдал ей 300 долларов и сказал такую фразу, идите с Богом. Вот такая вот история, история спасения, что иногда бывают разные ситуации, разные истории, и нужно оставаться людьми от начала до конца. Поэтому такая история, пользуйтесь и знайте. Всем спасибо.